Если платить деньги за курсы, то только с гарантией трудоустройства. Так написал один мой зритель в комментариях. Это очень популярное требование к современному онлайн-образованию. Ведь покупка курсов — это инвестиция. Сейчас ты тратишь свои деньги, чтобы потом найти хорошую работу. В этом видео я хочу разобраться, что нам гарантируют основные онлайн-школы в плане трудоустройства. И как это не удивительно, трудоустройство обещают почти все. Почему меня это удивляет? Есть традиционные высшие учебные заведения, где за четыре года можно получить степень бакалавра. Еще за два магистра. И все это стоит кучу денег, и там работу не обещают. Вот, например, высшая школа экономики — это самое дорогое и престижное учебное заведение в России. Оттуда вышли как государственные деятели — это губернаторы, министры и даже один советник президента — так и известные оппозиционеры и феминистки. Так вот, в ВышеЕ есть курсы дизайна, рассчитанные на четыре года. И общая стоимость их — два с половиной миллиона рублей. То есть шестьсот двадцать пять тысяч рублей в год. И они не гарантируют трудоустройство. А есть еще британская школа дизайна — это тоже высшее образование, дающее степень бакалавра. Обучение в ней подешевле — всего четыреста семьдесят пять тысяч рублей в год. И тоже нет никаких гарантий трудоустройства. При этом в обеих школах есть так называемые центры карьеры. И найти их не так просто — это небольшие ссылочки в подвале сайта. О них не кричат на каждой странице курсов и это не является ключевым преимуществом этих школ. В центрах карьеры помогают, консультируют, но не гарантируют. А что у нас в онлайне? Давайте пробежимся по всем основным школам. Начнем с GiveBrains. На первом экране они пишут — онлайн университет с гарантированным трудоустройством. И это словосочетание невозможно трактовать двояко. Но я на всякий случай решил уточнить у менеджеров, что оно обозначает и как они его сами понимают. А пока почитаем лендинг дальше. Наша цель — ваше трудоустройство. Хорошая попытка — взять основное желание учеников и сделать его своим. Якобы бонусы преподавателей привязаны к результатам студентов, но дальше уже мелким шифтом. Пишут более скромно — мы помогаем, наши ученики трудоустроились и вы будете готовы к трудоустройству. А есть еще блог про опыт работы. Geek University дает полтора года опыта работы дизайнерам для вашего резюме и портфолио. Это уникальное предложение на рынке онлайн образования. На графике ясно показано, что для специалистов с опытом работы от одного года вакансий в три раза больше, чем для новичков. Звучит отлично, но что же нам ответит менеджер? По первому вопросу — что означает онлайн университет с гарантированным трудоустройством? Ответ такой — после завершения обучения мы содействуем в трудоустройстве. Я еще раз уточняю — они помогают с трудоустройством или гарантируют? Ответ — помогают. Ну и где-то с третьей попытки мне ответили, что 100% наших выпускников, обратившихся в центр карьеры, успешно трудоустроены. Утверждение очень конкретное, но где же подвох? Даже скиллбокс, специалисты которого считают трудоустройством бесплатные стажировки, и то говорят, что только 7 из 10 человек идет на работу после окончания курсов. Ну и в итоге мне прислали ссылку на договор, в котором ясно написано, что ученик обязуется предоставить свое резюме до начала последней четверти. Если же ученик этого не сделал — он считается трудоустроенным. Так в договоре прямо написано. При этом на лендинге курса или в разделе карьера информации о том, как важно предоставить резюме до начала первого урока последней четверти я не нашел. Вроде бы все знают, как важно внимательно читать договор, но многие этот момент упускают, ведь на лендинге все подробно расписано, а менеджер разъясняет все детали, ловко обходя все спорные моменты. На мой второй вопрос по поводу полутора лет опыта работы для вашего резюме мне ответили, что в программу курса входит много практических кейсов. То есть все время обучения засчитывается как опыт работы. Вот я, например, учился в университете 6 лет, и у меня тоже было много практических кейсов. Но это же не значит, что после обучения у меня сразу будет 6 лет опыта работы. Именно поэтому многие работодатели просят телефоны ваших бывших руководителей, потому что написать в резюме можно все что угодно. Предоставляя телефоны своих работодателей, вы будете иметь значительное преимущество при поиске работы. Хорошо, может быть другие школы гарантируют трудоустройство. Следующие курсы в моем списке от Skillbox. Но не стоит забывать, что Skillbox и Geekbrains это почти одно и то же. Владелец теперь один, это Mail.ru. Но позиционирование немножко разное. Традиционно считается, что Skillbox больше для дизайнеров, а Geekbrains для программистов. Skillbox более мягко подходит к формулировкам и обещает рекомендации по составлению портфолио и резюме, а также помощь в подготовке к собеседованию в компаниях-партнерах. Кстати, найти эти компании-партнеры мне не удалось. Есть только список компаний, где работают выпускники. А это не одно и то же. Были случаи, когда опытные дизайнеры с большим практическим опытом приходят в Skillbox для повышения квалификации, а после этого, например, переезжают в США работать в Apple. Они конечно молодцы, но это не значит, что Apple является партнером Skillbox. На первый взгляд все эти несостыковки кажутся мелочью, но у меня создается стойкое впечатление, что на каждом этапе меня хотят немножечко обмануть. Это обман не в юридическом смысле этого слова, а скорее темные паттерны в UX. Манипуляции поведением пользователя с помощью интерфейса. Вот, например, что значит рекомендации и помощь в трудоустройстве. Это советы, точно такие же, какие вы можете найти здесь, на ютубе. Вот, например, мое прошлое видео о том, как устроиться на работу. Посмотрите, оно очень краткое и полезное. Кстати, в Калифорнии с 15 марта этого года компаниям запретили использовать темные паттерны в своих интерфейсах под угрозой штрафа. Да и вообще, в Америке с курсами получше. За любой курс можно вернуть деньги в полном объеме обратно. Это как раз связано с давлением маркетинга на этапе принятия решений о покупке. У нас пока можно вернуть максимум 70 процентов, если вы посмотрели только первый урок, а если два урока посмотрели только 50. И это еще не во всех школах. Дальше. Скиллбокс нам обещает реальных заказчиков на защите диплома. Это правда, когда что-то хорошо, я это не скрываю. Действительно, для дипломных работ Скиллбокс старается подбирать реальные проекты. И на защите присутствуют реальные заказчики, а самых лучших студентов разбирают сразу. Закрывает наш список школ гигантов Нетология, которую недавно полностью выкупили металлурги. Как говорят из-за конфликта с основателем. Нетология помогает оформить резюме, подготовиться, создать портфолио и трудоустроиться в одну из ведущих компаний. Они указывают эти компании. Рамблер, Мэйл, Касперский, Студия Агима, Скай Энг, Ла Мода и так далее. Ничего необычного. Обещают, но уклончиво. По крайней мере, они не пишут про какие-то гарантии. Всё честно. Помогаем. И не более того. Давайте рассмотрим школы помельче. Вот, например, Contented. Где-то внизу, в разделе часто задаваемых вопросов, они пишут почти как Geekbrains. Ваше карьерное развитие — приоритет для нас. И обещают ряд активностей с HR-специалистами, которые будут консультировать и рассказывать. Обещают, что в конце HR-специалист подготовят список подходящих вакансий. Дальше. Мда — Московская цифровая академия. Они, видимо, для всего продвижения своих курсов 14 раз мелким шрифтом упоминают трудоустройство, но ничего особо не обещают. А есть ещё имба от Engate. Тут мне очень понравилось название. Имба — это слишком сильный персонаж или предмет, вносящий дисбаланс в игру. Видимо, эти курсы рассчитаны на школьников. Имба нам скромно гарантирует помощь в трудоустройстве, а также практически гарантированно трудоустраивает. Тоже ничего не обычного. Каждая школа изворачивается как может. Яндекс Практикум. Вроде бы это должен быть один из лидеров рынка, как и остальные продукты Яндекса. Но курсы у них пока не особо зашли. Яндекс вообще отличается гибкостью формулировок. Вы обращали внимание, как называются все их курсы? Как стать дизайнером? Как стать веб-разработчиком? Это странные какие-то названия для курсов за 85 тысяч. Больше похоже на названия роликов на ютубе. Итак, Яндекс Практикум, я цитирую, поможет составить резюме и подготовиться к собеседованию. 70% учеников находят работу за 2-4 месяца. Тоже нет никаких гарантий. Короче, все онлайн-курсы так или иначе намекают на трудоустройство, и упоминают это слово по много раз для продвижения в поиске. Таким образом они отвечают на главную потребность пользователей — устроиться на работу. Это правильно с точки зрения UX и маркетинга, но выглядит как-то жалко. Обещания ничем не отличаются, кроме, скажем так, градуса наглости. Кто-то пишет скромно и страхуется словами вроде «практически гарантированно», а кто-то выносит это на главную страницу курса и во все рекламные баннеры, как это делает Geekbrains. Но я нашел пару школ с более уникальными предложениями. Например, это опрок, о котором вы меня постоянно спрашиваете. Они единственные, кто обещают помочь с выполнением тестового задания при устройстве на работу. Может быть это и не совсем честно, но тут я передаю привет всем своим друзьям, которым я помог с тестовым и теперь они вполне успешно работают. Во-вторых, BangBank Education. Я фанат этой школы. Это не реклама. BangBank стоит немного особняком. Это школа для опытных специалистов по узким направлениям. Поэтому она не очень подойдет для новичков. Лично мне она нравится тем, что курс преподает один конкретный человек, а не большая группа специалистов, как это в других школах устроено. И они ничего не обещают. И есть еще Мэйт Академия. Это единственная школа, которая прямо заинтересована в трудоустройстве своих студентов. Обучение бесплатно, но потом вы отдаете 17% от своей зарплаты на протяжении двух лет. Правда это школа из Украины. Кстати, я посмотрел много зарубежных школ, в том числе американских, и там это очень часто встречается, когда в процессе обучения вы ничего не платите, а платите потом либо фиксированную сумму из зарплаты, либо процент. Вот это действительно настоящая гарантия трудоустройства, когда не только вы в нем заинтересованы, но и школа. Подводя итог, хочу побыть немного адвокатом этих школ. Практически все они вынуждены писать о трудоустройстве и пытаться что-то обещать, но гарантировать не могут. И сейчас я объясню почему. Дело в том, что далеко не все доводят свое обучение до конца. В некоторых школах до половины оплативших курс никогда его не открывают, или проходят только первые занятия. Многим не хватает времени или мотивации, чтобы полноценно и вдумчиво делать домашние задания. Кураторы конечно стараются учеников направить, но заставлять они не будут. Клиент, который платит, всегда прав. В итоге на защиту диплома приходят плохо подготовленные люди. И гарантировать трудоустройство им никто не может. С другой стороны, если вы хорошо учились, ответственно подходили к домашним заданиям, вы обязательно найдете работу. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, и мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока.